Здравствуйте, дорогие ученики! Я рад вас приветствовать на уроке информатики. Сегодня мы продолжаем тему контент. Сегодня на уроке узнаете о видах контента, о заполнении сайта контентом. Научись создавать веб-сайт, используя конструктор сайта. Для того, чтобы повторить пройденный материал, выполним следующее задание. Внимание на экран. Страница, на которой указаны все внутренние разделы и подразделы, находящиеся на сайте. Это конструктор сайтов, дизайн сайта, главная страница сайта, карта сайта или адрес сайта. Внимание на экран. Правильный ответ. Ответ. Ди. Карта сайта. Следующее задание. Установите соответствие между элементами карты сайта, сайт-мап и их названием. Внимание на экран. Правильный ответ. Лог. Ди. Адрес страниц. Ласт мод. Последнее обновление. Чейндж фреки. Периодичность обновлений. Праиорити. Важность страницы. Следующее задание. Системы с большим разнообразием ресурсов, позволяющие создать сайт онлайн. Это конструктор сайтов, адрес сайта, карта сайта, главная страница сайта или сам сайт. Внимание на экран. Правильный ответ. Вариант A. Конструктор сайта. Итак, приступим к изучению новой темы. Актуальность каждой веб-страницы в ее контенте. Информация на веб-странице может передаваться различными способами. Это может быть изображение, видео, игра, тестовые вопросы, тексты и прочее. В предыдущей четверти вы проходили тему веб-дизайн. Давайте повторим. Расположение контента. Между текстами на веб-страницах размещаются ссылки для перехода на другие страницы. Рассмотрим, как необходимо расположить контент в конструкторе сайтов. Первое. Header. Верхний раздел имеется на всех страницах сайта. Состоит из строки меню и логотипа. Второе. Средний раздел. Представляет собой основной текст, включает в себя каждую страницу в строке меню. Содержание среднего раздела меняется согласно теме при переходе с одной страницы на другую. Следующее. Футер. Нижний раздел находится на всех страницах сайта, содержит контактную информацию. В значке аккаунтов социальных сетей дополняется информация об авторских правах. А теперь давайте посмотрим, какие виды контента вы можете добавить на свой сайт. Добавление текста. Текст – важная составляющая сайта. Есть три типа текстовых элементов. Первое. Стиль и шаблон. Это когда текст подстраивается под стиль шаблона. Второе. Заголовок. Третий. Параграф. Следующее. Какими способами вы можете добавить изображение? Первое. Загруженные фото. Загрузите ваши собственные изображения с вашего устройства. Второе. Фотоколлекции. Добавьте изображение бесплатное от VIX. Добавьте клипар бесплатный от VIX. Или воспользуйтесь, купив на шутер-сток. Третье. Фото из социальных сетей. Вы можете импортировать фото из ваших социальных сетей. Способы добавления видео. Добавьте видео, чтобы оживить ваш сайт. Первое. Видеобокс. Используйте видеобокс для отображения ваших видео с рамками и графическими слоями. Второе. Маска для видео. Добавьте видео в виде фигур. Ну и третье. Прозрачное видео. Добавьте потрясающее видео с прозрачным фоном на ваш сайт, чтобы привлечь посетителей. Итак, чтобы ваш сайт стал популярным, давайте познакомимся с правилами заполнения контента. Первое. Контент сайта обязательно должен быть качественной и без повторяющейся информации. Второе. Контент должен вызывать интерес пользователей. Это позволит повысить рейтинг сайта. Следующее. Создание контента требует специальных навыков. В ходе его составления необходимо применять поисковые запросы и ключевые слова. Самое важное при этом создавать грамматически правильный текст, содержащий необходимые ключевые слова. Четвертое. Контенту сайта должна добавляться новая информация по теме ежедневно или как минимум один раз в неделю. Еще одно правило заполнения сайта контента. Информация, содержащаяся на сайте, должна быть изложена в легкой и доступной форме, чтобы не только поднять индекс сайта, но и поделиться с информацией с читателем. В ходе заполнения сайта контентом нужно следить, чтобы абзацы в текстах не были длинными. Достаточно, чтобы каждый абзац состоял из трех-четырех предложений, поскольку время пребывания некоторых пользователей в интернете ограничено. К тому же не все захотят читать длинные абзацы. А теперь давайте посмотрим видео, как добавить контент на наш сайт. В сегодняшнем видео уроке научимся создавать сайт в конструкторе Wix, а также научимся размещать свой контент. Для создания сайта нам необходим аккаунт Google. Кликаем создать. Выбираем, какой сайт нам нужен. Выберем другой. Мы можем создать сайт с помощью Wix-IDI, ответив на несколько вопросов, и искусственный интеллект создаст сайт за несколько минут. Или воспользоваться редактором, выбрав шаблон, отредактировав его по своему вкусу, а также разместив свой контент. Выберем создать в редакторе. Появившимся в окне выбираем шаблон. Я хочу посвятить наш сайт проекту ТВ-Уроки, поэтому выберу образование. Рассматриваем шаблоны. Мне нравится этот. Выбираем редактировать. Шаблон загрузился, нам необходимо загрузить наш контент. Актуальность любого сайта в его контенте. В хедере у нас располагается меню и логотип сайта. Давайте поменяем. Для этого убираем все лишнее. Расширим окно. Для того, чтобы добавить фотографии, нам необходимо нажать на плюс. Появившимся в окне выбрать фото. У нас есть несколько вариантов. Первое. Загрузить с моего компьютера. Фотоколлекция. Воспользоваться фотоколлекцией VIX. А также импортировать из соцсетей. Выберем мои загрузки. Загрузим с нашего компьютера. Кликаем на стрелочку. Появившимся в окне. Кликаем загрузить файлы. Загрузить с компьютера. Выбираем необходимую картинку. Открыть. Идет загрузка. Кликаем добавить. Также мы можем уменьшить нашу картинку. И отредактировать. Например, обрезав края. Кликаем сохранить. Распалкаем по центру. И делаем шире. Также меню мы можем добавить или удалить необходимые нам пункты. Для этого выделяем. Кликаем настроить. И можем убрать те пункты, которые нам не нужны на сайте. Например, пожертвования. Удалить. Соглашаемся. Убираем учебные программы. И поступление. Мы оставили все необходимые нам пункты. Здесь у нас располагается галерея фотографий. Мы также ее можем отредактировать и разместить здесь собственные фотографии. Кликаем. Выделяем. Выбираем. Заменить фотографии. Удаляем все лишние. Выбираем. Добавить фотографии. Загрузить файлы. Выбираем нужную нам папку. Выделяем необходимые на фотографиях. Открыть. Ждем загрузки. С помощью кнопки Ctrl и левой кнопки мыши выделяем необходимые на фотографии. Выбрано 5 элементов. Добавить галерею. Готово. Итак, мы загрузили необходимые нам фотографии. Теперь давайте изменим текст. Изменим заголовок на ТВ-урок. Для этого необходимо выделить его. Редактировать текст. И ввести нам необходимый текст. Также здесь мы можем выбрать шрифт. Начертание. У меня есть заранее заготовленный текст. Я просто выберу редактировать текст. И вставлю необходимые нам фотографии. Жмем Enter. Также мы можем добавить текст. Нажав на этот плюс. Выбираем появившийся текст. В стиле шаблона. Текст подстроится под стиль нашего сайта. Добавить заголовки. Или добавить какой-либо текст. Мы разместили логотип. Галерею. Основной текст. Также давайте попробуем разместить видео. Для этого делаем добавить. Выбираем. Видео и аудио. Одиночное видео. Выставляем, как нам необходимо. Кликаем заменить видео. Загрузить с компьютера. Заменить видео. Загрузить файл. Выбираем необходимую нам папку. Выбираем видео. Открыть. Ждем загрузки. Кликаем добавить на сайт. Итак, наше видео загружено. Мы разместили основную информацию нашего сайта. Также в футере нам необходимо указать контактную информацию. Для этого выделить левой кнопкой мыши. Редактировать текст. И указать данные. Также мы можем изменить фон. Для этого выделим фон. Изменить фон страницы. В появившемся окне мы можем загрузить какой-либо фон. Или выбрать из шаблона. Давайте выберем из шаблона. Мы расположили всю необходимую информацию. Теперь можем посмотреть, как будет выглядеть наш сайт. Для этого кликнем предпросмотр. Галерея работает. Текст читаем. Также можем посмотреть видео. Стоп. На этом уроке мы научились создавать сайт. А также располагать необходимый нам контент. Для закрепления пройденного материала давайте выполним следующее задание. Пронумеруйте этапы создания сайта в конструкторе Wix. Внимание на экран. Правильный ответ. Первое. Необходима регистрация на сайте wix.com. Второй шаг. Начало разработки сайта. Третье. Выбор шаблона сайта. Ну и последнее. Оформление сайта. Следующее задание. Установите соответствие между разделами сайта и информацией, размещенной в них. Давайте проверим себе. Внимание на экран. Правильный ответ. В хедере располагается логотип или меню. Средний раздел. Основная информация. И в футере. Контактная информация. Сегодня на уроке мы узнали о видах контента, которые мы можем добавить на сайт. На этом наш урок завершен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...